добрый вечер говорим о сегодня о малой родине рада всех видеть в этой студии рада приветствовать расскажите пожалуйста какие места вы считаете своей малой родиной родилась я в городе гомеле но вот уже более 20 лет проживаю в деревне старая белица и считаете именно ее своей малой родиной вы знаете это родина моих предков и родина моей матери которая ушла из жизни вот ровно этому времени как я озвучила поэтому сегодня я наверное продолжаю и считаю продолжаю жизнь в этой деревне и считаю что она действительно является моей малой родиной лариса вы так вот с легкостью поменяли город на деревню потянуло к тем местам да вы знаете там наверное газ есть старая белица и есть а вода горячая нет нет в колодец колодец уходите за водой но вот что потянуло туда вы знаете это преемственность поколения я бы сказала почему потому что когда я была городским жителем и ребенком большую часть времени каникул своих я проводила именно в этой деревне и я не случайный там житель я просто продолжаю жизнь своих предков на этой земле вы считаете что там ваше место силы да правильно правильно очень приятно спасибо вам за ваш рассказ римма а вы ведь родились даже не в гомельском районе даже не в гомельской области я родилась на брянщине россия но вот уже более 30 лет я живу на гомельщине и урицкая я бы сказала тоже стала родиной а большой родиной стала беларусь малой родиной стал стал урицкая так так но тамара я родилась в гомельском районе вельковском районе и поселок уютный такое прекрасное название было действительно уютный ездите туда посещаете или это отселенная территория на территории и мы там не посещаем но живете вы живем в рицком уже 28 лет я живу в рицком поэтому это уже моя малая родина владимир вы вы тоже житель гомельского района но не уритского сельского совета не уритского я родился в рудне моримоновском сельсовете поселок городок вся все мое детство прошло в рудне моримоновой но а гомельский район стал для меня такой по-настоящему малой родиной потому что там начиналась моя профессиональная трудовая деятельность общественная работа ну и конечно же наверное Гомельский район стал таким для меня своеобразным социальным лифтом, который дал много возможностей для развития и для достижения целей. И наверняка именно потому каждый уголок Гомельского района вами обследован, исследован, да? Да, по роду исследовательской научной деятельности как раз таки Гомельский район был той территорией, где я изучал культуру сельского населения, особенности праздничных традиций жителей Гомельского района. Поэтому, конечно же, Гомельский район с его жителями, с населенными пунктами для меня достаточно близок и знаком. Спасибо. Так что, уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы по краеведению Гомельского района, в частности, это к Владимиру 342243. Ну а если по Урицкому сельскому совету, вопросы по культуре, вопросы о жизни, да и просто о семье, о творчестве, пожалуйста, звоните, это будет очень интересно. Дорогие друзья, скажите мне, пожалуйста, насколько важно помнить о тех местах, где ты родился и где люди, родственники, близкие, ну и просто друзья, соседи помогали становлению? Насколько это важно? Это просто неотъемлемая часть, чтобы развивалась та местность, где ты проживаешь, и с поддержкой именно жителей, а жители это кладезь этого населенного пункта, это богатство населенного пункта, и благодаря именно активности, неравнодушию жителей можно творить и созидать. То есть получается взаимообмен, энергетический взаимообмен, правда? Человек помнит о малой родине, создает, ну скажем, делает так, чтобы это все развивалось, да, а малая родина дает силы, дает энергию, дает эмоции, в конце концов, на чем мы живем. Есть ли еще желающие сказать, да, Владимир? Вы знаете, я хочу сказать, что вот недавно мы с коллегами очень так бурно дискутировали на тему патриотизма, и как раз таки вот в формате такого мозгового штурма мы пришли к выводу, что все-таки источник патриотизма, вот его сила патриотизма, она находится в семье, в роде и в том месте, откуда человек. И, конечно же, вот для нас важно, для всех, чтобы вот малая родина навсегда для нас служила таким чем-то личным, интимным, внутренним, которое будет нас побуждать на изменения даже внутри себя. Вы знаете, прекрасная, прекрасная версия, это очень здорово, это действительно так, я думаю, что многие с нами согласятся. Сегодня мы поговорим о деревеньках, агрогородке Урицкое, о тех поселениях, которые относятся к сельскому совету Урицкому. Я не ошибаюсь, 10 населенных пунктов, Лариса, да, 10 населенных пунктов в Урицком сельском совете, так? И я знаю, что Владимир приготовил вопрос, касающийся именно Урицкого сельского совета, а вопрос, уважаемые зрители, для вас. Ни одна программа «Добрый вечер, Гомель» без этого вопроса не обходится. Владимир, пожалуйста. Дорогие зрители, вопрос следующий. С каким хищным зверем связано первоначальное название агрогородка Урицкое? Так, время пошло. 34-22-43 номер нашего телефона. Вы, пожалуйста, звоните. Ответы, ваши ответы вайбер на этот вопрос мы не принимаем. Вайбер можно писать и рассуждать на тему, где ваша малая родина и как сделать ее краше. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И я хочу задать вопрос гостям. Ну, наверное, Ларисе, Риме, возможно, Тамаре. Скажите, пожалуйста, вот велико ли желание у жителей Урицкого сельского совета делать свою малую родину краше? Хорошо живется у вас в населенных пунктах Урицкого сельского совета? Ну, я отвечу за старую белицу. Так. Вы знаете, благодаря, наверное, неравнодушию все-таки жителей и их стремлению сделать свой населенный пункт лучше, краше, то, конечно, так оно и в практике получается. Любое дело мы делаем сообща, будь это субботник, будь это митинг или концертный, или день деревни. И неважно, какие мероприятия, но это все с участием и поддержкой своих же жителей. Это, кстати, на экране не старая белица, это Урицкая, да, это как раз те птицы, которых создает Тамара. Но обязательно и планы старой белицы тоже появятся на экране. Много мероприятий. Я знаю, что у вас там от футбольных турниров до конкурса «Властелин села» проходят. И только. У нас и конкурс «А ну-ка, бабушки», «А ну-ка, дедушки», и семейные вот на экране… И спортивные мероприятия. И спортивные мероприятия, да, детей групповые. Вот именно что в летний период им есть чем заняться, чем их развлечь. При всем при этом вот эта площадка, на которой дети проводят мероприятия, мы проводим, сделана самими жителями, такими активными молодыми семьями, как Шлёх и Рак. Поэтому это их инициатива. Звучат конкретные фамилии, это очень здорово. Так. Я знаю даже, по-моему, победители конкурса «Властелин села» Гомельского района. Семья Одинцовых, мы встречались в этой студии, живет на территории сельского совета Урицкого. Так. И в Старой Белеце. Да. Они в Старой Белеце. Кроме того, семья Шлёх в 2014 году, они были лучшая молодая семья Гомельского района. Они тоже победители и первооткрыватели. И нашу деревню прославляют именно вот такие семьи. Очень здорово. Вы знаете, дорогие друзья, к нам дозвонился уже первый телезритель. Давайте его слушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Ирина. И я хотела бы назвать животное, которое упоминалось раньше в названии нашего Урицкого. Это животное волк. Потому что наше Урицкое раньше называлось Волковичи. Так. А какие еще названия были у Урицкого? Волковический крупец. Вот как. И Волковический крупец. И все теперь стало на свои места. Почему ансамбль называется Крупец? Ирина? Ирина. Ирина. Ирина, вы еще на связи? Да, на связи. Скажите, пожалуйста, вы жительница Урицкого? Жительница Урицкого. Давно ли жительница? Или родились тоже на территории сельского совета? Нет. Я не родилась на территории сельского совета. Ну, сельского совета. Но мы уже проживаем в Урицком 26 лет. Оу. Нравится? Нравится. А что привлекает? Или это не совсем сельская жизнь? Правда? Тут рядом Гомель? Можно сказать, мы какой-то маленький островок города Гомеля. Вот так вот. Но все же островок. Правда? Да. Своя республика такая. Можно сказать так. Ну, хорошо. Есть возможности для того, чтобы детей растить, чтобы самим куда-то интересно сходить и чем-то интересным заняться? При желании всегда можно найти, чем заняться и для детей, и для тебя. Какой мудрый ответ, Ирина. Спасибо вам большое. Вы абсолютно правы. Спасибо вам за ваш рассказ о Урицком сельском совете, об этом населенном пункте. Спасибо. Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Владимир, заготовили вы только один вопрос, и вот так быстро ответили наши телезрители. Но приз, конечно, есть, спрашивает наш режиссер. Мы об этом не сказали. Дело в том, что, уважаемая Ирина, приз ваш будет изготовлен сегодня во время программы. Когда Тамара пойдет к своему рабочему месту, она покажет заготовку и расскажет, какой сувенир она в течение программы создаст. И этот сувенир вам, Ирина. С наилучшими пожеланиями, кстати. Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу и говорим о масштабных проектах. Конкурс «Властелин села», какие-то спортивные серьезные мероприятия. Все это, безусловно, меняет внешний вид поселений в лучшую сторону. И качество жизни, конечно, улучшает в любимых уголках. А вот как меняют атмосферу разных населенных пунктов милые затеи, мы убедимся прямо сейчас. И я хочу попросить режиссера, чтобы он вывел на экран парк снежных скульптур. А Тамара нам прокомментирует. Итак, вся эта красота, вот это, кстати, юные жители Урицкого. Так, вот вся эта красота, снежные скульптуры созданы руками педагогов и воспитанников Государственного учреждения образования «Урицкий ясли сад». Так, скажите, Тамара, это до Нового года дело было? Или все это еще сохранилось в хорошем виде? Это все еще сохранилось в настоящее время. Можете приехать и посмотреть, полюбоваться. Итак, адрес Урицкий детский сад. Урицкий ясли сад, улица Ленина, 95. Вот даже на бумере можно прокатиться. Можно на снежном. Гляньте, как здорово. Это первый год из-за того, что снега много, да, у вас идея такая? Ежегодно у нас проходят конкурсы по изготовлению снежных поделок. Так. Поэтому ежегодно. А когда снега не хватает, что делаете? Ну, к сожалению, я не хватаю. У вас всегда хватает, да, у Урицкого всегда снег есть? Ой, смотрите, какой ежик прекрасный, даже иголочки сделали. Очень здорово. Ну, вот это, кстати, такая инициатива, да, которую могут перехватить все детские сады и школьные учреждения, мне кажется. Конечно. Правда, это очень здорово, очень интересно. А как родилась вообще идея? Почему? Ну, как бы, спокон веков снеговика лепили все дети и взрослые. И постепенно усложняли этот процесс и стали уже скульптурой делать разных размеров, как бы, и разные тематики. То есть это всегда было. Спасибо. Вот лучшее подтверждение сказанному – это изображение на видеостене. И, к слову, я хотела спросить, Лариса, Старая Белица – это центр сельского совета? Нет. Нет? А Уридская, да? Да. Это один из населенных пунктов Уридского сельского совета. В свое время, это в 2013 году, у нас, ну, как бы, мы первым попали под реорганизацию. И Старая Белица имела свой сельский совет, а потом нас присоединили к Уридскому сельскому совету. А сколько дворов, сколько, какое население, вот так скажем? Большой Белицы? 460 человек проживает. Так. Ну, у вас же и многодетные семьи есть. Достаточно много. Вот в последнее время, да, у нас идет рост многодетных семей, молодых многодетных семей. Прекрасно, прекрасно. Может ли по численности Уридская сравниться? В сколько раз превышает численность Уридская? Ну, Уридская мы не догоним. Нет, конечно. А вдруг, Лариса, если горячую воду дадут, все поедут, все нормально будет, да. Римма, у вас жизнь кипит в Уридске? Конечно же кипит. Уридская это, я бы сказала, это такое место, вот как сказала девушка Ирина, что свой островок. Да, это агрогородок, у них своя жизнь. Поэтому я как работаю художественным руководителем, когда мы проводим праздники, это масштабные праздники, это массовые праздники. Вот я бы хотела отметить массовые праздники, которые уже стали ежегодно проводиться. Это каляды, это масленица. И вот с приходом благочинного гомерского округа отца Артемия мы совместно с храмом Рождества Пресвятой Богородицы, город Каурицка, проводим замечательные, прекрасные праздники. Это Рождество Христово. Вот крещение вот-вот-вот будет. Да, потом проводим Великдень, летом проводим праздник Петра и Февронии, День Семьи, Любви и Верности. Это массовые праздники. А на экране у нас Старая Белеца, да? Это такие же праздники, пусть менее массовые, но не менее душевные, правда? Очень здорово, ярко живете. И, конечно же, я понимаю, что законодателями, наверное, моды вот в этом сельском совете сейчас и молодые семьи в том числе, правда? Да. Очень здорово. Есть в Старой Белице, я знаю, памятник воинам Великой Отечественной войны, землякам. Расскажите о нем и о том, как почитают местные жители людей, которые, собственно, принесли победу и позволили жить на этой земле мирно и счастливо. Вы знаете, памятники, я думаю, такой, как в Старой Белице, есть чуть ли не в каждом населенном пункте. И патриотическое воспитание как молодого поколения, так и старшего поколения, чтим, помним. Ларис, но чем это событие восстановления памятника отличается от других? Ведь я знаю, что здесь самостоятельно инициативу проявили люди, жители, да? Вот в таком состоянии памятник был, да? Это в каком году это было? Это было в 2017 году. Вот так памятник выглядел до момента его, скажем так, ремонта. Буквы не читались на плитах, да? Вообще история началась с того, что неравнодушно, инициативно. Вот, кстати, плиты, которые уже не читались посредством температур дождя и выдуны... Ну, все, да, 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 разрушение произошло, конечно. Вымыты и ветром осушило, они не читались. Кроме того, они высоко находились для, скажем так, пожилых людей. Ну, сложно было прочитать фамилии, да? И местная жительница обратилась за помощью восстановить буквы хотя бы на уже написанных этих плитах. Однако, когда мы собрали деньги для того, чтобы восстановить написание букв, приехали специалисты и сказали, что памятнику необходим ремонт, потому как он стоит уже в таком, скажем, плачевном состоянии находится. И был брошен клич на то, чтобы с населением собрать деньги. Но их нам как раз-таки и не хватило для того... А кто еще помогал? Да, мы обратились за помощью... Люди, жители? Люди, жители собирали, дворовой обход делали. Так. Сама организация Вечности, компания, которая находится на территории Уридского сельского совета в Залипье, в деревне Залипье, предложили тоже свою благотворительность. Они сказали, вы оплатите только за материалы, а работу мы делаем добровольно, вам безвозмездно. Но в конечном итоге помощь нам оказали и областной фонд мира. Так, Тимофею Ивановичу Глушакову хочется, пользуясь случаем, передать огромное спасибо за его добрую, широкую душу. Также оказали помощь руководители хозяйств, находящиеся на территории Уридского сельского совета. Это Ксуп Уридская и Восток. А вот так сейчас за памятником ухаживают юные жители старой Белицы, да, от снега очищают. Это свежие фотографии, да, совсем свежие? Это буквально вот-вот, когда... Несколько дней. Посмотрите, какая... На зимних... А это Лариса Григоренко, да? Это Лариса. Да, но сейчас прекрасные плиты, все прекрасно читается. Да, благодарны, конечно, и жители, потому как там увековечены имена. Чуть ли не с каждого двора жители, и есть даже повторяющиеся фамилии. Дети, проводя митинг, узнают своих родственников на этих гранитных плитах. Поэтому работа проведена, конечно, колоссальная была. Спасибо вам за ваш рассказ. Я хочу напомнить телезрителям, что сегодня мы говорим о малой родине. Пишите, пожалуйста, в Вайбер, звоните 342243. Ваши сообщения будут, кстати, к месту. Расскажите нам о вашей малой родине. Дорогие друзья, сегодня в добром вечере мы говорим о нашей малой родине. Каждого из нас тянет туда, в эти родные места, особенно городских жителей, но именно тех, кто родился в сельской местности. Там человек находит спокойствие и уединение, а также источник вдохновения. А в чем источник вдохновения для жителей сельской местности, которые живут там, где родились? Что подталкивает их к активному участию в общественной жизни деревни? Вот сейчас мы и узнаем. Тамара Марченко заняла свое место рабочее. Я хочу пройти к ней и задать несколько вопросов. Тамара, вот мы сказали, что вы мастер квилинга. Квилинг, просветите нас, пожалуйста, это искусство? Бумага кручения. Бумага кручения. На что же вы крутите эту бумагу? На обычную зубочистку в домашних условиях, которая есть у каждого. Можете показать? Вот у вас здесь полосочки есть, вот зубочистка. Вот зубочистка. Мы берем полосочку бумаги и на зубочистку ее накручиваем. Так. Мелкая моторика развивается? Очень-очень развивается мелкая моторика. Можно зубочистку убрать и остальную часть рольчика мы докручиваем руками. Так. Вы докручиваете и откладываете в сторону. И нужное количество вот таких рулончиков создаете. Правильно? Да. Очень большое количество рулончиков, чтобы сделать какую-то картину. Расправляем на руке и как бы краешек мы склеиваем клеем. А, то есть даже заклеиваете? Даже заклеиваете? Да. А потом уже будете выкладывать на той основе, которую вы сегодня придумали. Так. Вы же помните, Тамара, что звонила нам Ирина, которая правильно ответила на вопрос. Так. И нужно создать для нее подарок. Обязательно. С пожеланиями. Какой это будет подарок, какое это будет изделие? Ну, так как скоро праздник Святого Валентина в феврале месяце, поэтому я постараюсь для нее сделать такое сердечко. Но не просто сердечко, не просто вырезанное из бумаги, а понятно, что это будет украшено в технике квиллинг. Так. Я теперь поняла, Тамара, вот эта развитая мелкая моторика, она подталкивает человека к осваиванию все новых и новых техник. И вот эти птицы, да, вот, кстати, у нас тут рядом с Владимиром Аист, да, это тоже техника квиллинг? Или это уридская техника? Это уридская техника, да. С бросового материала, который есть везде и всюду. На основе, как бы, квиллинга я решила делать именно птиц. На основе, вот, техники кручения, да? Ну, там не особо кручения, там больше бумажная пластика, если брать, но это уже получилось пластика из пластика. Из пластика, да. Всё, я поняла, хорошо. Тамара, скажите, вы создаёте вот ваши работы, картины, кстати, ими сегодня украшена наша студия, мы сказали, что они побывали даже в Италии. Вы создаёте определёнными коллекциями или это обособленное, скажем так, произведение искусства? Нет, я не создаю какими-то особыми коллекциями. Каждая работа у меня разная бывает. То есть большая часть работ посвящена птицам, цветам, объёмным, там, шкатулкам разным, сувенирам, открыткам, то есть разная тематика моих работ. Но самое любимое изображение? Самое любимое изображение, это, конечно, птицы. Именно птицы. Почему, почему? Ну, очень люблю птиц. Вот не знаю почему, но я очень люблю делать птиц. Это вас вдохновляет. То есть, да, не только с бумаги, вот как вы увидели, и с пластики, но работа, которая посвящена птицам. Тамара, есть ли последователи, ученики у мастера квилинга? Конечно. Первыми моими учениками были воспитанники Урийского ясли-сада. То есть с этой работой справились даже детки маленькие? Конечно, справились. Обязательно. У нас был организован кружок детский дизайн, на котором воспитанники старшей группы с большим удовольствием делали открытки, поделки для своих родителей, радовали своих близких и знакомых. Замечательно. Ну, еще раз нам покажите, в чем же особенность. Может быть, как-то надо закреплять вот эту бумажечку вначале на зубочистке? Или я тоже справлюсь? Можно мне попробовать? Конечно, справитесь. Так, зубочистка, беру листочек. В какую руку, кстати, что? Как вам удобно. Так. Ну? Берем на зубочистку и делаем такой плотный ролл, основу. Что-то у меня... А, нет-нет, все получается. А что нужно вращать? Вращать нужно зубочистку. Так, ну, мне не получилось. Можно зубочистку отложить в сторонку, взять в руку и накручивать. Ну, в общем-то, наверное, начальная стадия, да? Ну, есть, есть. Надо дома потренироваться. Так, 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 хорошо. Все, техника понятна. Тамара, можно я оставлю свою заготовочку? Может быть, вам тоже пригодится. Приходится обязательно. Я ухожу на свое рабочее место. Ну, а вы приступайте, пожалуйста. Хочу вопрос еще один Ларисе задать. Вот какие семьи сегодня, скажем так, имеют перспективу в деревне? Это обязательно нужно быть творческим человеком? Творческому человеку, скажем так, легче жить в деревне? Конечно. Конечно. Инициатива творчества, активность, оно взаимосвязано. И поэтому, когда человек активен в направлении, допустим, творчества, он будет активен в направлении благоустройства. Он будет везде активен. И посредством вот таких связей, семейных, общения семейного, выходят все полными семьями на такие мероприятия. Поэтому, конечно, есть. Готовьтесь, спасибо, Лариса. Готовьтесь, Рима, к ответу на этот же вопрос. А мы пока берем телефонный звонок. Добрый вечер, Елена. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Звонит нам Елена Высоцкая. Если я не ошибаюсь, Елена, вы учитель белорусского языка и литературы. Да, не ошибаетесь. Все, замечательно. Вы в Урицкой сельской школе работаете? Работаю в Урицкой школе, учителем белорусского языка и литературы. Скажите, а много у вас детей в Урицкой сельской школе? Много. Около тысячи уже детей. Школа работает в две смены. В две смены работает. В две смены. Вот это я понимаю. Елена, если я не ошибаюсь, вы родились в Урицком. Да. Я коренной житель Урицкого. А, вы коренной житель и родились, и живете. А супруг? А супруг старой беллицы. Житель старой беллицы. Прекрасно. Вот ваша семейная история счастливая. Вы молодые, красивые, любящие. Это можно наблюдать по фотографии, которая сейчас стоит на нашем экране. Вот трое деток у счастливых родителей. И такая семья наверняка не одна в Урицком. Но вот в старой беллице такие семьи есть. А у вас? И у нас много уже многодетных семей. У нас для многодетных даже строят уже, расстроился целый район, можно сказать, улица Мира, где проживает очень много многодетных семей. Так может, именно вот место жительства, я имею в виду не конкретную квартиру, конкретный дом, а вот местность влияет как-то на то, что семьи довольны своей жизнью? Ну, я думаю, что да, так как я сама родилась в агрогородке Урицка. Раньше он не агрогородок был, а еще деревня. Потом уже переименовали агрогородок. Выросла также здесь, так как сельский житель, можно сказать, муж, получается, тоже выходит, сельский выходит. И здесь родились у нас и дети наши. У вас две девочки и мальчик, правильно? Да. Я не ошибаюсь. И все занимаются чем-то, все спортсмены. Да, наша семья вообще за здоровый образ жизни. Это очень здорово. Это очень здорово. Скажите, а вот возможности растить и развивать детей есть? Есть, конечно. В агрогородке у нас, кроме школы общеобразовательной, есть и музыкальная школа, и спортивная школа. Ну вот вам легче. Я понимаю, вам, конечно, проще. Если вдруг там чего-то в Урицком нет, ну, например, плавательного бассейна, то в крайнем случае можно поехать в Гомель, да? Не только в Гомель. Да? У нас есть прекрасный тренер Худяков Владимир Ильич, где вот занимается наш сын, который по выходным детей, команды у детей, вот спортсменов-дюдоистов выводит в Новую Гуту, в деревню Новая Гута. Вот как! Да, так даже дюдо, даже дюдо и плаванием можно заниматься. Слушайте, здорово. Лен, ну еще, вот если бы, ну, если тут вот жители Гомельской области, которые посмотрят эту программу, вдруг решат, а не присмотреть ли нам домик в деревне, в Старой Белице, например, не перебраться ли нам в Урицкое? Вот, ну, помимо того, что они будут там присматривать себе домик в деревне, да, скажите, какие, может быть, объекты, места вы хотели бы как хозяйка этих мест показать и рассказать? Ну, конечно. С точки зрения туристической привлекательности. Мест у нас очень много красивых, то есть рядом, даже вот с нашим домом, здесь недалеко от нас, есть парк, то есть изначально был памятник, теперь там парк для отдыха, вот, взрослых и детей на какие-то крупные мероприятия даже приглашают у нас и приезжает. И лунопарк, где дети могут и сходить на каруселях. Я поняла. Леночка, а в Старой Белице, ваш муж из Старой Белицы, что бы вы там показали? Показали? Ну, мы к бабушке, ездим туда к бабушке, в Старой Белице тоже очень много красивых мест, то есть даже возле деревни и природа сама, и воздух намного чище, даже вода из колодца, если попить воды, то это уже много о чем говорит. Спасибо. Здесь им нравится ездить к бабушке туда, отдыхать и летом, и на велосипеде покататься, и где на речку сходить, наше любимое озеро Белице. Я поняла. Леночка, ваш вдохновенный рассказ. Благодарим вас за него. Ну что ж, мы желаем благополучия вашей семье. Пусть все будет хорошо, пусть будет счастье, здоровье, любовь. Растите своих деток и будьте примером для остальных. Спасибо вам большое. Ну что ж, продолжаем разговор в студии. Знакомы с Еленой Высоцкой? Да. Рима знаете? Все друг друга знают в Урицком, да? Владимир, может, и вы знаете Елену? Я тоже знаю. И вы знаете Елену, это здорово, потому что она педагога. Педагог, я поняла. Тамара создает свою прекрасную картину для Ирины. Кстати, уважаемые жители Урицкого сельского совета, позвоните нам, пожалуйста, расскажите о вашей малой родине. Может быть, мы чего-то не знаем. Кстати, вот Владимир по любому вопросу может просветить. Мы тут сказали, что прежде Урицкая называлась Волковичи, потом... Волковичский Крупец. Волковичский Крупец. Волковичский Крупец, а потом Урицкая. А Старая Белица так и была Старой Белицей? Ну, вообще, конечно, Старая Белица, на мой взгляд, это такая историко-культурная жемчужина Гомельского района. Но, во-первых, этот населенный пункт с очень интересной и уникальной историей, которая не у каждой деревни есть. Эта деревня упоминается в 1558 году в литовской метрике, как имение Чарторыйских. Далее, после разделов Речи Посполитой, когда территория вот эта была присоединена к Российской империи, деревня была подарена Кантгаузену, и только после этого ее выкупили уже Солтан Пересвет и представители одного из древних белорусских шахетских родов. И после присоединения Белица была определена как центр, как уездный город, центр Белицкого уезда Могилевской губернии. Уездный город. Скажите, Владимир, а вот связь, это Старая Белица и у нас район Гомеля Новобелица. Есть какая-то связь между этими названиями? Есть самая прямая связь, потому что Старая Белица нынешняя, это вот тот уездный город, которому был дарован в 1781 году нынешний герб, который все гомельчане знают, герб рысь на голубом фоне с короной. Вот это да! Но было утверждено два генеральных плана строительства. Они не оправдались, потому что местные власти тогдашние увидели неперспективность этого региона, отдаленность, и было решено перенести... Отдаленность от Гомеля, да? Да, да, да. От центральной части. Ну и от таких важных дорожных торговых путей было решено переместить... Все-таки чиновников не в Старую Белицу, да? А вот в ту Белицу, которая за рекой в Гомеле. Да. И вот было решено переместить за город к городу Гомелю поближе. И вот таким образом появилась вот эта прекрасная история Старая и Новая Белица. Но чиновники хотя бы побывали там, в Старой Белице, или нет? Ну, видимо, побывали, потому что... В 1781 году, да? Да. И вообще, конечно, один из исторических документов говорит о том, что это было даже не Белица, а было утверждено название Белицк. Белицк. Но затем вот такие реалии географические. Слушайте, вы такие интересные истории рассказываете. Я знаю, что они у вас еще в запасе имеются, но на очереди вопрос и Риме. Рима, вот насколько мне известно, вы принадлежите к династии профессиональных работников культуры. И ведь в вашей семье брат есть, еще сестры есть. И все работники культуры. Все работники культуры. Естественно, это передалось и нам. И поэтому, когда мы в детстве, в юности учились в школе, то участвовали в концертах, конкурсах, фестивалях. И было естественно, что мы, естественно, пойдем работать в культуру. Так сложилось. Но ведь понимаете, как сложилось, что одна сестра руководит одним творческим коллективом, другая сестра другим творческим коллективом, брат руководит третьим творческим коллективом. Ну, назовите, пожалуйста. Брат руководит заслуженным коллективом Республики Беларусь Скорыночка, Ковалев Виктор Александрович. Так, Скорыночку знаем. Я руковожу народным ансамблем песни и музыки «Крупец», который сейчас... Мы уже видели, еще обязательно услышим. Надежда, сестра, руководит народным вокальным ансамблем «Чаровницы» Залибского дома культуры. Вот эти ансамбли. И понимаете, когда работаешь в трудовой династии, в династии культуры, да я думаю, в любой династии, когда именно родственные узы, это более ответственно. Безусловно, тут каждый день нужно подтверждать вот это вот звание. Да, и мы стараемся бить честь фамилии. Это здорово, да. Вы знаете, у нас есть телефонный звонок. Давайте еще послушаем телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте познакомимся с вами. Давайте. Меня зовут Михаил. Михаил, ну вопрос эфира мы уже разгадали. Вы, кстати, знали, что Урицкая прежде назывался Волковичи? Нет, вот, кстати, на этот вопрос ответа у меня не было. Не было. Но я могу рассказать про свою малую родину. Я поняла. Нам очень интересно послушать. Скажите, вы родились? Ну, родился я в Гомеле, но малой родиной, второй, наверное, я считаю, родину моих предков. Вот как интересно. И что же это за малая родина? Ну, скажем так, это на данный момент уже богом забытый хутор, которому, наверное, порядка ста лет. Одним из основателей этой деревни был мой прапрадед. Так. Вы сказали богом забытый, но он же не забыт вами, Михаил. Он не забыт мною и моими родственниками, как правило. Потому что каждое лето туда съезжаются, скажем так, потомки этого человека-основателя. Есть несколько местных жителей, но... Вот, видите, они же остались. Да, но во время расцвета этой деревни было порядка 40 домов. На данный момент это, наверное, дома 4 осталось только. Михаил, скажите, ну вот что для вас, малая родина? Кратко. Кратко. Место, где ты подпитываешься энергией, наверное, потому что здесь жили, росли свои предки, выращивали своих детей, растили. Вот. Ну и смотрели на эти же места, на которые сейчас смотришь ты. Я не расслышала или мне показалось, что вы не назвали это место? А, деревня называется Чаплин. Вот, кстати, молодой человек, наверное, я писал в бегущую строку, близ деревни Маркович. Так. И это где-то неподалеку от Маркович, да? Да. Это 60 километров от города Гомель. Кстати, там же, в принципе, рядом с Марковичем и рядом с Чаплином проходил знаменитый Екатерининский тракт по дороге в Чаплин. Вау, вы и такие знаете. А вы знаете, вот Владимир так активно кивает, он наверняка знает об этих местах. Вы знаете, так приятно, когда молодые люди звонят и говорят о маленьких деревеньках. Не поворачивайте, если сказать забытых богом, потому что не забыты эти места. Да. И от нас с вами, Михаил, зависит, как эти места будут жить и развиваться. Спасибо вам за звонок. Риме, вопрос. Зачастую деревни и агрогородки имеют свои собственные традиции, культурные традиции, так, обряды какие-то. А есть ли вот такие на территории Уридского сельского совета? Конечно, здесь есть. Я же выше сказала, что... Калядовали. Да, калядовали, Масленица. Я просто называю эти массовые мероприятия. И вот даже хочется и повториться, что большие мероприятия, это совместно с храмом Рождества Просвятой Богородицы, агрогородка Уридская, это Рождество Христово, это Велик День, это День Петра и Февронии. Мы проводим летом Тень Семьи, Любви и Верности. Уридская, мы приглашаем звезд белорусской эстрады. Это уже у нас, как говорится, все звезды белорусской эстрады, все побывали в нас в Уридском. Ничего себе! И если мы проводим праздник агрогородка Уридска, также мы приглашаем коллективы и звезды, и коллективы, допустим, ансамбль Беседа, и там, ну, все, я даже не знаю таких исполнителей белорусской эстрады, которые бы не побывали в нас. Но вы знаете, мне кажется, Скорыночку и Крупец можно слушать бесконечно. Вам и звезды не нужны, у вас свои звезды имеются. Римма, еще вопрос. А занимаетесь ли вот такой деятельностью? Может быть, собираете песни у старожилов, что-то обрабатываете? Ведь это тоже важно. Ну да, собираем песни. И вот я бы хотела сказать, что в репертуаре моего ансамбля есть песня, которую я записала у своей мамы. Да, она, я бы сказала, мама моя очень много знает песен зажиночных, дожиночных, свадебных песен. Это кладезь просто, кладезь песенного репертуара. А вот, кстати, Крупцу уже больше 20 лет, но еще нет 25, да? В каком году будете 25 отмечать? Мы организовался ансамбль Крупец в 95-м году. А помните ли вы первое выступление на каком-то знаковом мероприятии, возможно, на фестивале или на каком-то серьезном концерте? Конечно же, помню. Это был 96-й год. Наш коллектив выступал на международном фестивале «Звенят цимбалы и гармоник» Витебской области. И всем, думаю, и мне, да и всем участникам моего ансамбля запомнилось, что диплом лауреата первой степени нам вручил художественный руководитель государственного хора, академического хора имени Титовича, Дриньевский и Михаил Павлович. Это было приятно, и что нас так отметили. Это была просто радость для всего коллектива. И что очень важно, встречаясь затем уже с Дриньевским Михаилом Павловичем, он всегда говорит, вы знаете что, я коллектив до того мне запомнился, что когда я еду то ли в командировку в Гомель, когда проезжаю Урицка и Урицкий дом культуры, я всегда вспоминаю, что здесь есть замечательный коллектив пропиц. Это высокая оценка. Ой, спасибо вам за ваш рассказ. Я хочу призвать к активности наших телезрителей, уважаемые телезрители, звоните, пишите, рассказывайте о вашей малой родине и о том, что можно сделать для того, чтобы она расцветала. Расцветала. Продолжение следует... Беларусь 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 Пусть ей закружат заледов КОНЕЦ Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Говорим мы сегодня о малой родине. Вектор держим на Гомельский район, в Урицкий сельский совет. Очень хочется спросить, сти добра расти бульба на территории вёсок этого сельского совета, однако с подшатку телефонования. Добрый вечер! Добрый вечер! А мне сказали, что вы на связи, а вас не слышу. Так, ничего страшного, телезритель, я думаю, дозвонится снова, но не смог нам ответить прямо сейчас. Сейчас есть ещё возможность позвонить, набрать номер 34-22-43 и рассказать о малой родине и о том, что можно сделать для того, чтобы она процветала. Ну что ж, хорошо ли растёт картошка, я уже по-русски, да, в деревнях и агрогородках сельского совета? А я же говорю по-белорусскому, хорошо растёт. Добро растёт, разваристая, смачная, правда, Цудоуна? Рим, скажите, пожалуйста, а вот первое это выступление помнится, но потом-то сколько значащих для судьбы коллектива этих выступлений было? Соловянский базар был в вашей истории? Нет? А у Скорыночки, наверное, мне кажется, что вот я... Нет? Ну, значит, всё впереди, нагадаем вам на добром вечере эти фестивали. Ну, были другие крупные выступления? Конечно же, были другие. Вот скажу, что в прошлом году мы были на фестивале «Хатмышская осень» в Белгородской области. Замечательный фестиваль. Всем, я думаю, и моим участникам хороший гостеприимный приём. И площадки концертных выступлений замечательные. Ну, и просто мы даже желали этому фестивалю расти, процветать. И я думаю, надеюсь, что в этом году у них раз в два года проходит этот фестиваль. И я думаю, нас пригласят снова, и мы обязательно посетим. Даже не сомневаюсь. Вот первый звонок будет от организаторов этого фестиваля. Ну, а в ближайшем будущем от организаторов Славянского базара. Вы достойны того. Мы тут, во всяком случае, заключили, правда? Спасибо вам за рассказ. Мы желаем достижения вершин творчества, певческого мастерства. Вашим ансамблем и ансамблями тех прекрасных людей, которые работают на территории Сельского совета. Ну, и клубу Ларисы Григоренко, конечно же, тоже. У них там тоже очень много юных творческих людей. Владимир, вот мы тут поговорили про деревеньки, про старую белицу. Ну, наверное, остались нераскрытыми страницы, о чем хотелось бы сегодня рассказать. Вот захочет телезритель, житель Гомельской области или любой другой, приехать на территорию Ридского сельского совета. Куда пойти, что посмотреть? Ну, вы знаете, вообще нужно сказать, вот мы уже слышали о том, что много культурных достижений. На самом деле, Ридский сельсовет – это один из крупных сельсоветов в Гомельском районе. Ну, потому что он и близок к Гомелю, нужно сказать. Тут ему все бонусы. Здесь проживает около 6 тысяч человек, 10 населенных пунктов. Вот первый населенный пункт – Волковичи, Волковический Крупец. 1560 год, который упоминается в письменных источниках. В 1927 году местные жители решили переименовать в Урицкое. И вот с 2005 года этот населенный пункт имеет статус агрогородка. Далее Старая Белица, о которой я говорил выше, что это вот такая кладезь историко-культурная. Конечно же, вот люди – это, наверное, самое важное в этом населенном пункте. Владимир, вот режиссер наш показывает культовый объект. Это церковь. Мы о людях обязательно несколько слов скажем, конечно. Но церковь – это Старобелецкая, да? Старобелецкая. Несколько слов, пожалуйста. Это Старобелецкая церковь, Николаевская. Ее постройка относится к 1777 году или же к началу 1700. То есть это деревянная, 18 век. Да, и это один из немногочисленных памятников деревянного зодчества с элементами барокко, который сохранился с 18 века. На территории Беларуси вообще в целом, на территории Беларуси. Он построен без единого гвоздя. Слушайте, это да. Ну и, да, вот, наверное, еще вот один из объектов. Это тоже Старая Белица. Уникальный, но, к сожалению, вот местным жителям я бы, наверное, посоветовал обратить внимание как на памятник землякам, так и на этот уникальнейший объект садово-паркового искусства. Это парк 19 век, 25 гектаров при прежних владельцах занимала площадь этого парка. Типология его – это французский регулярный парк эпохи романтизма. В нем сохранились до сих пор камни с надписями на латинском языке. Вот мы один из камней видели, да? Да, один из них, ну, во-первых, это 19 век, датировка, но еще вот такое свидетельство романтизма – надпись на латинском языке после трудов отдохновения. Очень здорово. Род Солтан-Пересветов, который владел вот этим населенным пунктом до 1919 года. К сожалению, усадьба не сохранилась, она была разрушена в 90-е годы, пострадала в 50-е, но парк, есть еще шанс спасти у жителей и общественности. А вы знаете, вот 2019 год, он же имеет свою специфику. Да, это год малой родины, но обращать внимание в этом году будут как раз на то, чтобы привести в порядок, ну, скажем так, парки, сады, посадить новые деревья. И это вот хороший посыл, да, хороший посыл для того, чтобы обратили внимание и на этот парк. Возможно, удастся его общими силами как-то, ну, я не знаю, реанимировать. Он-то есть и существует, и прекрасные деревья растут. Но чуть-чуть облагородить, да, это было бы здорово. Так, скажите, Владимир, вот времени у нас не так много, его совсем мало. Вот, белицы, ведь они встречаются не только в Гомельском районе, в Урицком сельском совете, да? Белицы – это такое достаточно распространенное название. Суть этого слова? Но специфика вот названий с таким корнем, она свидетельствует о том, что населенный пункт был создан, создавался вот в болотистой, заболоченной местности. Ну, а, кстати, о Белице, старой Белице, недалеко находится вот этот такой, ну, топоним местный, да, кобылье болота, и вот именно от Белиц именно и произошло название. Хотя есть еще и вторая версия в отношении старой Белицы – это беглица. Белица якобы вот в старой Белице скрывались крестьяне, да. Но эта версия, она легендарная, потому что более правдоподобно имеет Белица. Лариса улыбается, слышит эти версии, знаете, конечно. Болото близко? Заболоченные места есть, но они уже как бы осушаются, да. Ну, понятно, время идет, все меняется, безусловно. И еще я хотела, Владимир, спросить, вот Белица, да, но есть же еще Буды и есть еще Рудни. Вот Рудня Маримонова, да, вот что значит Рудня и что значит Буды? Ну, вот Буды – это название, которое имеет вот этот корень, основу, они относятся к тому, что вот здесь находилось некое производство, там, поташное, смолокурные заводы. Ну, вот и еще помимо Буд, Рудин, Белец, еще встречаются и Гуты, это как заводы, где изготавливалось стекло. Изготовление стекла, шкла, я хотела поговорить на русском. И Рудни – это, ну, такие наиболее, конечно, старые населенные пункты, которые указывают на то, что там добывали болотную руду. Я поняла, Владимир. И еще финальный вопрос, по сути, конечно, каждую местность создают люди. И имена значимых людей для Урицкого сельского совета наверняка вы назовете, пожалуйста. Земляки известные. Наверное, это все-таки люди даже не только значимые, не только для Урицкого и для Гомельского района, это вообще в целом для Республики Беларусь. Ну, первое, конечно же, это 1941 год, братья Кричевцовы, первый танковый таран в истории Великой Отечественной войны. А вот это потрясение? Георгий Васильевич Штыхов – это белорусский историк, историк-медиевист, доктор исторических наук. Екатерина Ефимовна Вишневская – белорусская ученая в области онкогинекологии. Уникальнейшая женщина, которая была награждена платиновым диском. Вот происходит из старой Белицы. Конечно же, вот здесь, да, на экране это памятник на месте нашей гомельской такой хатыни. Это деревня Веселое поле в 1943 году. Она была сожжена и больше не восстановилась после войны. Это тоже на территории сельсовета? Это тоже на территории Урицкого сельсовета. Это, ну вот да, на самом деле в Урицком сельсовете связана история двух героев социалистического труда. Поташкина Адольфа Алексеевича, который вот, ну, внес такое вообще в строительство современного агрогородка Урицкого. И колхоз Урицкое в советские годы – это был один из флагманов сельскохозяйственной промышленности, специализация в области животноводства. Владимир, такие интересные вещи рассказывать. А я вот еще хочу посмотреть на результат работы Тамары. Тамара, покажите, что получилось. Вот, пожалуйста, такая Валентинка. Пускай Ирине и ее семье она приносит счастье, любовь и процветание. Какая прекрасная работа. Вот сколько минут вы создавали? Минут двадцать, да? Но это не считая того времени, которое было затрачено на изготовление розочек. Ирина, это ваше. Всего вам наилучшего. Тамара, спасибо вам большое. И за то, что показали, как это все создается. И за то, что продемонстрировали здесь свои работы. И за то, что фотографии заготовили со своими прекрасными птицами. Мы желаем вам всего наилучшего здоровья, крепости в пальцах, ловкости. И вот этого прекрасного ощущения цвета, композиции. Возможно, вы скоро свои композиции по всему миру будете возить, не только в Италию. Ну что ж, дорогие друзья, я благодарю вас за участие. Римма, Лариса, Тамара, Владимир. За интереснейшую информацию, которую вы представили. Благодарим прекрасный ансамбль. Крупец. Голосистый, звонкий, замечательный. Дорогие друзья, благодарю вас за вашу активность зрительскую. Вы всегда с нами на связи. Пишите, звоните, помните. Добрый вечер работает для вас. Ну что ж, мне хочется, чтобы каждому из нас пришла в голову идея, как он может улучшить жизнь в своих родных местах, на своей малой родине. Мне хочется, чтобы все мы были достойными гражданами тех мест, где родились. Программа «Добрый вечер». Гомель и я, ведущая Лена Троценко. Прощаемся с вами. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин